Почему так легко скатиться в негативные мысли и как сложно фокусироваться на позитиве? Почему это глупый вопрос? Нет, прекрасный вопрос. Почему легко? Опять же таки, потому что привычка. Откуда у нас появляются привычки? То есть смотрите, ребенок рождается, но в принципе ничего не знает в этом теле о жизни. Кто его обучает? Первое – это его родители. Теперь представьте, две семьи. Одна семья, которая, условно говоря, ну не знаю, алкоголики. Крайности, ну в любом случае алкоголики. Что видит ребенок? Чему его там учат? Ничего. То есть вряд ли его там научат читать книжки, как-то созидать о чем-то, объяснят, как устроено что-то. В принципе, там ребенок все учится самостоятельно. И большую часть своей жизни он видит вот этот вот негатив. Пьянки, побои, брани и так далее, и так далее. У него что формируется? У него формируется вот такая модель мышления, что надо выживать, за все надо бороться. Я не знаю, если это, например, там мальчик, и надо ему как-то выживать, а то он маленький ребенок, такого способа нету. Как правило, он пойдет либо воровать, либо что-то. Ну вероятность, одна из вероятностей. Не обязательно, что так будет 100%, но одна из вероятностей. И какая модель формируется у этого ребенка? Ну, как правило, негативная, но до тех пор, пока он не осознает, что я хочу поменяться, то есть пока не включится вот это внутреннее его ощущение, что я хочу поменяться, и я сделаю все, и он начинает какие-то действия делать. Но в любом случае, до тех пор, пока мы этого не захотим, само по себе оно не меняется. И мир, в котором мы живем, к сожалению, он достаточно жестокий. Вот такая вот площадка была создана для того, чтобы мы научились, ну как-то вот росли над собой, потому что когда все идеально, я говорил, вот этот вот утопический мир, нету, как это, не к чему стремиться, нету мотивации. Когда вот все плохо, всегда есть вот эта вот какая-то надежда, желание, что надо что-то сделать, надо что-то изменить. Когда мы находимся в позитивном состоянии, вообще мы счастливы, полностью всем удовлетворены, мы долгое время в этом состоянии не бываем. Не потому что оно нереальное, а потому что нам становится скучно, потому что мы так или иначе возвращаемся к тому, к чему когда-то жили, пускай на какое-то время, но все равно возвращаемся к негативу, потому что вот именно мир, он оказывает большое влияние на нас. Да, безусловно, мир отражает наше внутреннее состояние, но опять же-таки на какие-то доли секунды, если все равно будет проскальзывать негативные мысли, и мы их не будем отслеживать, то нам мир это будет зеркалить. Надо достичь такого уровня, когда вот постоянно находиться в осознанном состоянии, постоянно думать в позитивном ключе. Конечно, с практикой, конечно, с годами это будет, и жизнь у человека наладится, но, как правило, мы забываем. То есть вот вопрос, почему мы скатываемся к негативу, потому что мы забываем. То есть то, что я говорила ранее в теории, нам все понятно, мы все знаем, но на практике мы редко применяем, потому что в большинстве своем мы забываем. Вот когда наступает какая-то сложная ситуация, мы забываем о том, что, возможно, эта ситуация нам дана во благо, но мы хотим ее изменить. Там, не знаю, возможно, какое-то увольнение с работы, оно нам дано во благо, потому что мы давно хотели уйти, но вот как-то сами не могли, и поэтому нас уволили. Для того, чтобы мы пошли и нашли ту работу, которую мы хотим. Но это мы воспринимаем в негативе, почему-то, потому что есть долги и так далее, как жить, выживать. Вот этот вот момент, он тоже ведь негативный для нас, хотя мы не знаем, что это состояние у нас идет во благо. Но мы его расцениваем в негативном ключе, то есть мы привыкли вот это вот давление, опять-таки, вот этой иллюзорности, потому что мы живем в системе, мы живем в большом количестве разных эгрегоров, в том числе семейного эгрегора, который просто так и не выпускает, там, я не знаю, эгрегора на работе. Ну, в общем, очень много разных, да, эгрегоры по интересам всевозможным. Вот это вот все имеет влияние на нас. И поэтому, и мы живем на автоматизме, наши автоматизмы, они негативные. Вот как раз-таки для этого и дан нам рост, да, чтобы мы просыпались и говорили, нет, я хочу создать свою Вселенную. Не поменять эгрегор, не выйти из системы, как очень часто слышал, а именно в той системе, в которой я нахожусь, создать свою систему. То есть как творец, то, что мы говорим. Создать свои правила. Что это будет за правила? У каждого они свои. К примеру, вот в контексте нашей сегодняшней беседы, правила, что я буду как можно чаще смотреть на мир через позитив. Не розовые очки, это не розовые очки, а это позитив. То есть я своими мыслями буду создавать то, что я хочу. Каким образом? Я буду держать фокус внимания только на том, что я хочу в своей жизни. Но если мне это не нравится, я не буду реагировать на это в негативном ключе, что нет, мне это не нравится. А я буду с позиции наблюдателя смотреть и сказать, и говорить, я хочу по-другому. И задаваться вопросом, не почему это со мной произошло, а что я хочу изменить вот в этой ситуации, чтобы было по-другому. И думать об этом. Не о том, как изменить, а думать о том, что это уже случилось. Допустим, уволили с работы, я хочу другую работу. Какую работу ты хочешь? Не в контексте только заработка, а в контексте ощущения, состояния, как ты хочешь, чтобы было на работе, чтобы люди к тебе улыбали, чтобы с коллегами было нормальное рабочее взаимоотношение, поддержка, чтобы хозяин был адекватный, чтобы вовремя платили. Вот это вот ощутить и на этом держать фокус внимания. То есть об этом как можно чаще думать, проговаривать в своей голове. И когда мы начинаем выбирать работу, например, новую, не надо ее выбирать из состояния, вот мне прям вот нужно, мне же нужно кормить семью, поэтому я не буду искать ту работу, которую я хочу. Мы можем это делать параллельно. То есть, как правило, вот я это часто вижу в раскладах, люди задаются вопросом, как выбрать то или другое. А зачем выбирать? Соединяйте. Соединяйте. То есть, до тех пор, пока вы не найдете работу своей мечты, вы можете совмещать. То есть, устроились на работе, окей, работайте, но когда у вас есть свободное время, ищите параллельно ту работу своей мечты. Не надо уходить. Не надо обрубать мосты. Ищите, вы обязательно найдете. А когда мы устраиваемся на работу, и говорим о том, что, ну, блин, теперь у меня хоть есть зарплаты, я могу свои потребности покрывать базовые, что, в принципе, это естественно и нормально. Но мы забываем сразу автоматом о своей мечте. И мир тогда говорит, окей, значит, ты это и не очень-то и хотел, потому что, если ты хочешь, не то что ты за это борешься, ты на этом акцентируешь внимание. И нам недостаточно просто акцентировать на это внимание. А позиция наблюдателя, она как раз-таки как аркан шут. Она говорит, мы смотрим на мир открытыми глазами. Знаете, в ожидании, что вот сейчас будет то, что мне нужно. Главное не пропустить. Вот этот вот вопрос, опять-таки, будь внимательной, не пропускай, потому что мы, опять-таки, устроились на новую работу, работаем, мы устаем, мы забываем, да, мы хотим другую работу, но мы забыли, что мы поставили посыл, отправили в Вселенную, ту работу, которую мы хотим. Но мы не отслеживаем и мы не обращаем внимания на те знаки, которые она нам дает. Возможно, нам уже дали знак, но, опять-таки, мы включились в работу, у нас есть вот этот вот наш автоматизм, я ничего не вижу, да, такая зашоренность, не обращая внимания на знаки, и пропускаю, в принципе, работу своей мечты, допустим, да, если мы это хотели.